Я хочу представить вам доктор Дину Халилуо, я ее очень хорошо знаю, уже более 20 лет, она ледиатор, пульмонолог, аллерголог и психолог. Им очень много лет помогала развитию христианской медгруппы в Центральной Азии, и была лидером и даже сейчас руководит проектом, который называется «Прощена и свободна». Не только она, но и ее мама тоже очень много помогает развитию медгрупп именно в Центральной Азии. Спасибо, Дина, что ты согласилась сегодня, и мы сейчас будем молиться и благословим тебя. Господь, спасибо тебе за эту возможность, где мы можем представить Дину. Спасибо за то, что ты ее выбрал среди многих в Центральной Азии, Господь, и что ты благословил ее, ее маму, и через нее многих в Центральной Азии, Господь, и за пределами. Мы благословляем ее, ты помоги, чтобы она говорила то, что ты в ее сердце положила сегодня, в моем Иисусе. Спасибо большое за такую возможность поделиться с Ваней. Тема, в принципе, она важная для нас всех. Ну, то, что вот Нургуля уже говорила, чем я занимаюсь, то, что я врач. Была сначала медсестрой, медколледж закончила, в реанимации работала, потом уверовала, когда работала в реанимации. Потому что часто встречаешься с такими моментами, когда люди умирают, у меня такой вопрос был всегда, что, а что дальше? Неужели это все? Ну, то есть, всегда поиск такой был, что же дальше после смерти происходит, куда душа уходит человека? И как-то всегда было желание такое помолиться за человека, но не знала как, кому, потому что вроде бы как постсоветское пространство, вроде все и атеисты, и в то же время мусульмане. И такое ощущение было, что как Христос, это вроде как русский бог. И такое ощущение было. И не знала даже кому помолиться, со моих пациентов. Ну, потом вот у меня встречались пациенты, которые говорили, что когда они находились в клинической смерти, то они говорили, как их душа выходила из тела, где-то находилось, что они слышали, что мы говорили во время реанимации. И потом, когда уже возвращались в сознание, то рассказывали. Я тогда поняла, что, ну да, на самом деле жизнь есть, да, и не только тело, не только сознание, но есть еще что-то, что называется душой. И потом, так вот, бог удивительным образом, в 93-м году, когда приезжали первые миссионеры, христиане, я попала на служение такое на стадионе, услышала благовестие. И тогда Иисус нашел меня, называется так вот. С тех пор я стала с Господом жить. И в 94-м году поступила тогда в мединститут. Я думала, ну, это вообще чудо, то, что я поступила туда, потому что по Божьей благодати. Я тогда молилась и просто сказала Богу, если это твоя воля, то помоги мне поступить. И если, ну, это будет, ну, ты так Господь сделаешь, то я обещаю со своей стороны, такой обед тебе даю, что я буду учиться честно, не буду списывать, буду стараться все учиться, не буду пропускать занятия и прочее. Ну, то есть, все, что от меня зависит, свою часть я сделаю. Но ты, Господь, помоги мне. И для меня было большим удивлением, когда все-таки поступила в институт. И, можно сказать, честно скажу, мне некогда было готовиться. Я пошла просто с дежурства. И, можно сказать, наугад. Ну, это Божья благодать, что я поступила и попала в первую десятку, получается, от тех, кто вот хорошо ответил на тест, на тестирование, получается, даже очень хорошо ответила. И я увидела, что в этом действительно Божья рука. И тогда, Господь, вот это мое обязательство, да, можно сказать, что я буду учиться, стараться. Вот мои однокурсники, которые со мной учились, до сих пор смеются и говорят, ну, это же ты Богу обед дала. Но так как я была старостной группой, то, естественно, раз я учусь, я же никому не даю сбегать с уроков, получается. Вся наша группа училась тоже хорошо. И, получается, многие были очень хорошо учились, никто не сбегал. Можно сказать, наша единственная группа была на потоке самой сильной. И они все время смеялись, что ты Богу дала такой завет, но мы с тобой вместе тоже вынуждены были. Потому что раз староста так себя ведет, ну, и так, получается, и остальные тоже. И в 97-м году я встретила тоже братьев и сестер, получается, мы вместе учились. Многие из вас знают Сашу Шинкаренко, Гину Шинкаренко. И вот еще несколько человек у нас, мы узнали, что мы верующие. Мы стали собираться вместе, молиться за наш институт, делать молитвенные обходы. Получается, в 97-м, потом в 98-м году прошли мой первый альфа-курс. И врач-миссионер из Америки, который на служении был в Казахстане, он провел его для нас. В 99-м году мы сделали первый христианский медицинский лагерь, евангелистационный, когда приехали студенты из Великобритании, Симеев Британии, Джеймс Томлинсон, может быть, вы его тоже помните многие. И он привез целую команду студентов. Также приехали врачи из организации ICMDA, представители из Инкизимеджа. Это из Американской христианской врачебной резидентуры были представители. И с тех пор мы провели несколько лагерей. Приезжали друзья наши, братья и сестры, верующие в Таргыстан, Узбекистан, Таджикистан. И таким образом Господь расширял пределы служения. Постепенно появились медицинские группы не только в Алмате, но и в Бишкеке, и в Душанбе, в Ташкенте, в Астане, во многих других городах. Постепенно у нас появилось такое желание, чтобы как-то объединиться, вместе друг другу помогать, служить. И в 2005 году в Таргыстане провели первую такую встречу большую. И образовался союз христиан-медиков в Центральной Азии. А вот с тех пор это служение во всей Центральной Азии идет. Мы молимся о том, чтобы это служение расширилось и было в Туркенистане. То есть это тоже одна из стран Центральной Азии. И очень хотелось бы узнать там медиков, и чтобы там служение тоже расширялось. Ну и сегодня хотелось поговорить с вами о теме призвания и о нашем поприще. Можно следующий слайд? То есть о нашем призвании и прилежащем поприще. Ну люди говорят обычно призвание. Мы слышим часто это медицинское в профессии призвание. А если брать библейское слово, то это называется поприще. И оно вам знакомо. По посланию к евреям, если мы прочитаем, там говорится, что посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнув с себя всякое время и запинающий нас в рех, и с терпением будем проходить приближащий нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо приближавшей к нему радости, претерпел крест и пренебрегший посравление и воссел одесную престолу Божию. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами варкой. Аминь. То есть, давайте дальше посмотрим. Иисус совершал вот это вот поприще, приближавшее. Еще можно посмотреть такой момент, что в современном переводе там говорится, что не отводите своего взора от Иисуса, того, кто ведет нас за собой, вере нашей и сам совершенен, ради той радости, что ожидало его. Иисус принял смерть на кресте, презрев позор распятия и теперь занял свое место по правую руку от престола Божьего. И вот в отличие от первого перевода, там говорится вместо, предлежавшее ему радости, а здесь говорится ради той радости. Представляете, ради той радости, то, что Господь знал, что мы будем вместе с ним, ради той радости, что мы станем, можно сказать, соработниками, братьями и сестрами, мы станем его детьми Господа. Ради той радости он пошел на эту страшную смерть и вот взял весь грех всего мира. Не вместо, а именно ради той радости. Потому что, ну, Господу было это открыто. И он пошел, да, вот, совершил эту миссию, вот это предлежащее поприще ради той радости. И как часто мы, бывает, что-то делаем, может быть, сложное, может быть, трудное. Мы устаем физически, мы, может быть, выгораем эмоционально на нашей работе или в служении. Но когда мы думаем, что ради той радости, что люди узнают о Христе, ради той радости, что они получат исцеление, ради той радости, что мы увидим наших пациентов, выздоровевших, да, мы готовы служить, мы готовы куда-то ехать, в какие-то деревни, села. Мы готовы внимать и ночевать на работе, брать какие-то дежурства, да, оставаться сверхурочно ради той радости, ради того призвания, к чему нас Господь призвал. И посмотрим дальше. Следующий слайд – это определение слова поприще. Что же это значит? Поприще, в общем-то, это старорусское такое название, это путевая мера вообще для измерения больших расстояний. Имеет несколько числовых соответствий. То есть это расстояние, ну, вот в греческом или же в римской, римская стадия 185 метров, путевая мера. Или расстояние римской, греческой мили, 8 стадий. Или расстояние в один день пути еще называют. Расстояние, которое проходил пахарь во время спашки в поле. Это называлось именно поприще. Ну, то есть это получается, мы идем по какому-то пути, какое-то расстояние, совершаем это поприще. И дальше смотрим. И Господь нас же тоже призывает к такому поприще. Не просто, что вот в современном понятии часто мы говорим поприще, это призвание, какая-то деятельность, да, что мы где-то чем-то занимаемся, это наше поприще. Раньше это было, конечно, это именно движение, какой-то путь. Еще такое определение есть. Далее это место, простор, пространство, на котором подвизаются и действуют. Это может быть арена, сцена, может быть ипподром, там, приспособление для скачек, марафон какой-то. Ну, то есть все, что угодно может быть. Это поле битвы, может быть, место битвы, да, поприще тоже называется. И раз вокруг нас такая тьма, свидетели, то там, то нам надо снять себе бремя, цепковь греха, и бежать предстоящий нам забег терпеливо и стойко. Интересный перевод, да? Получается, вокруг нас тьма, свидетели. То есть, вот если в контексте смотреть всю эту главу о послании к евреям, там говорится о тех, кто были еще до нас, то есть и пророки, и люди, которые пострадали за веру, те, кто многие-многие тысячелетия до нас жили, да, и вот сейчас они взирают на нас. Это вот свидетели Божьи, да, святые, которые, можно сказать, они свидетели того, как мы сейчас бежим по этому поприщу. Представляете, какой-то стадион, да, забег идет. Каждый из нас бежит по дороге, получается, по вот этой дорожке. Иногда мы можем падать, иногда мы устаем, иногда, может быть, нас на какое-то время даже на скамейку запасных сажают, может быть, да, им нужно передышку взять, иногда получаем травмы какие-то, но все равно мы возвращаемся и снова бежим. И всегда вспоминаются слова Иисуса, когда Он говорит, что совершайте, да, свое поприще. Если вам нужно идти одно, берите еще второе даже, да, и идите вместе со мной, то есть вместе, как с работниками Божьими, мы совершаем это поприще. И терпеливо, стойко бежать, снять с себя время всякого запинающего греха. В древние времена, когда вот олимпийцы бежали, получается, в марафон, да, вот, чтобы им ничего не мешало, они снимали даже с себя одежду. Ну, то есть вот все, что им мешало бежать, они буквально вот убирали, вот снимали с себя. Если образно смотреть, то представьте себя, что мы должны, вот, может быть, это одежда для нас, как вот запинающий греха. И когда мы бежим, совершаем это поприще в забеге в нашей жизни, может быть, нам тоже стоит, да, вот, все себя, можно сказать, сорвать, ну, то есть не в буквальном смысле одежду, а вот именно запинающий у нас грех, может быть, какие-то вредные привычки, может быть, что-то, что нам мешает совершать свое призвание, свое поприще бежать вперед. Давайте, смотри дальше. Походу, если у вас возникают какие-то вопросы, друзья, можете задавать, хорошо, чтобы это не было, что один говорит, все остальные молчат. Еще современный перевод в русском языке, слово поприще в высоком стиле означает род деятельности. Это трудиться на каком-то поприще, поприще жизни, вся земная жизнь человека, бытовом отношении. Все, чем мы занимаемся, это тоже наше поприще. Следующий. Я хотела бы вам сейчас задать вопросы, чтобы мы немножко поговорили, чтобы не только я говорила. Вот такой вопрос. Какие дары и таланты Бог вложил в вас? Что у вас есть такое особенное, да? Может быть, таланты в духовном плане, таланты профессиональные. Как вы их используете? Может быть, вы приведете пример. Какое поприще Бог дал вам? Какое призвание? Как вы его совершаете? Я бы очень была рада, чтобы вы могли подключаться и делиться. Хорошо? Вам видно вопросы? Друзья, включайтесь. Да, хорошие вопросы, Дина. Ты нас хотела, чтобы мы тебе все это сказали. Да, я согласна с тобой, что Бог дает каждому поприще. И я думаю, что у меня есть тоже таланты и дары. Например, Бог мне дал такую возможность работать врачом в Англии. Хотя я из Кыргызстана, и у Бога был такой план дать мне образование, которое я могу использовать, достигать, например, моих коллег, или моих студентов медицинских, или моих пациентов. Например, в АСМТ я делаю, я занимаюсь discipleship, как ученичество. То есть я специально ищу тех, которые готовы делать ученичество. И по Матфею 28, 18-20 стихи, там говорит же Господь, чтобы мы шли и делали учеников. Вот это наши основные цели. Мы хотим достичь наших тех, которые Господь вложил в наши социальные сети. Например, я бы никогда не могла достичь моих статей или еще кого-то, если бы я не жила здесь, в этом сфере. Так как Бог меня положил в это место, у Него был план. Поэтому я молюсь о моих соседях, я приглашаю их, и я иду к ним, если они болят. Я прошу, если они не против, чтобы я помолилась. И даже было такое случай, что в больнице я евангелизировала моих пациентов. Хотя все говорят, что это очень трудно в Англии евангелизировать пациентов. Или еще что-то. Но если мы будем открыты, и мы будем просить, и знать, что Бог дал нам дары и таланты, то я думаю, Бог может использовать каждого. Спасибо, Нургуль. Это удивительно, что простую девушку из Кыргызстана Бог призвал и поместил в Англии. И что ты можешь влиять на многих людей вокруг тебя, на многих служителей из разных стран. И Господь дал такое поприще тебе большое, можно сказать, расширил твои пределы. И ты сейчас, можно сказать, вышла на международный уровень. Не просто бежишь по своей стороне, совершаешь поприще, но и в другой стороне. И встречаешься со многими людьми, ободряешь их, ездишь по странам, помогаешь служителям, становлению медицинского, христианского движения в разных странах поддерживаешь. И Господь, чем больше ты вкладываешься, чем больше твоя посвященность, тем больше Бог тебе доверяет. Можно сказать, помните, в притче, когда Господь доверял, что таланты, что кому-то больше, кому-то меньше. И как мы это используем. И, слава Богу, ты хорошо используешь таланты, которые дал Господин. Не зарываешь их землю, но, наоборот, умножаешь их еще больше. И взращиваешь новых учеников по всему миру. Кто бы еще мог поделиться о своем поприще, о своем призвании? Я могу поделиться. Я извиняюсь, что не получается камеру включить, но могу... Хорошо, что микрофон тоже могу включить. Я думаю, если смотреть в церкви горы, таланты, то это, наверное, пение. Я пою в церкви, занимаюсь с детками. Мне это очень нравится. И я благодарна Богу, что могу этим служить. А если смотреть еще и в профессиональной деятельности, наверное, это сопереживание другим. Ну, я думаю, что у христиан сопереживание другим в той или иной мере, оно все равно есть. Ну, использую, помогаю людям. Сейчас поприще мое, наверное, учеба, потому что я сейчас учусь в медицинском университете. И, наверное, это моя основная задача, которую нужно выполнить. И, ну, не всегда получается, но стараюсь его сделать, совершить. Вот, если отвечать на четвертый вопрос. Спасибо. Спасибо большое, Софья. Это удивительно, да, что вот там, где мы сейчас призваны, если студент, то в институте или в колледже, да, если врач, то, может быть, на рабочей месте, или медсестра, или еще кто-то. И иногда нам кажется, что мы одиноки, может быть, вы не знаете кого-то верующих на вашем курсе, да. Бывает такое. Но помните, что на самом деле это не так, что вы бежите по дороге, по этой дистанции, можно сказать, не одна. Что вокруг вас, получается, миллионы, миллионы и других братьев, сестер тоже совершает это поприще. А еще миллионы и миллионы свидетелей этого, которые ободряют и молятся сейчас за нас, да, что мы совершали достойно это поприще. Не чувствуйте этого одиночества, что вы одна боретесь, допустим, может быть, там с неправдой и несправедливостью какой-то на рабочем месте, или что-то совершается нечестно, может быть, или система здравоохранения не такая хорошая, как нам хотелось бы. Иногда у нас, может, опускаются руки, и нам кажется, что мы как один поле воин. Но помните о том, что вы не одиноки, что Господь идет впереди, и Он уже совершил это поприще, Он уже достиг его, Он совершил все, что Отец Небесный ему поручил, все, что необходимо было сделать, Господь уже это сделал, и Он победил. И мы имеем эту надежду, эту радость будущего, что мы будем с Ним. У нас, мы, получается, совершаем свое поприще ради той радости, что, в конце концов, однажды мы придем к Нему и войдем, и, получается, встретимся с нашим Господом. И самое будет прекрасное, когда Господь скажет, «Ты верный, ты правда, пойди, получается, в присутствие моего Господина». И когда мы совершим это поприще, когда Он скажет, что «Я доволен тобой, ты совершил то поприще, к которому я тебя призвал, мой верный, добрый раб, да, пойди, благоволение мое». Давайте еще кто-нибудь поделитесь, пожалуйста. Друзья, вы не стесняйтесь, мы здесь, у нас это не урок какой-то, мы общаемся, это семинар, это не лекция какая-то. Мы стараемся ободрить друг друга, поддержать, узнать друг друга поближе. Возможно, может быть, у кого-то сейчас трудные времена, вы можете поделиться, через что вы проходите. Может быть, мы можем друг другу помочь, как-то советом ободрить или помолиться за вас. Делитесь, друзья. Можно узнать у вас один совет по поводу учебы. Я сейчас учусь на первом курсе, на педиатром, и у меня бывают такие моменты, что понимаешь, что учить нужно очень много, и иногда ты учишь, а иногда как будто отторжение. Нет, я это делать не буду, это слишком много и слишком сложно. Вот как в таких ситуациях быть, чтобы продолжать и не отстать, и хорошо учиться? Были ли у вас такие моменты, как вы с ними справлялись? Друзья, вы можете подсоединяться и давать какой-то совет Софье, чтобы это, ну, не только я говорила, но каждый из вас вы специалисты, и как вы с этим справляетесь? Можете делиться. Хорошо? Я начну, может быть, скажу, что я делаю в этих случаях. Иногда нам помогает распределять свое время, посмотреть, что важно, что срочно, а что можно отложить, и что неважно и несрочно. Да, есть такое вот. Может быть, слышали об этом, Софья. И посмотрите, что вам вот срочно-срочно нужно сделать, что очень-очень важно. Может быть, у вас там колопиум, да, или экзамен там. Естественно, что вы это будете делать сразу, срочно, и вкладываться в это время больше. Есть какие-то предметы, которые можно отложить, которые несрочны. Или какие-то темы, но не очень, может быть, важные сейчас. Где вы можете сделать отсрочку. И такой совет вам тоже. Старайтесь отдыхать. Не забывать о том, что нужен тоже и отдых. Когда, если слишком много учишься, постоянно переживаешь за это. Ну, чтобы у вас не было выгорания и вот такой вот усталости, что потом уже ничего не хочется. Ну, руки опускаются. Всегда стараться менять деятельность свою. Если вы немного позанимались одним, переключитесь на другое что-то. Может быть, вы поете или там спортом занимаетесь, или просто прогулялись, какую-то прогулку сделали, встретились с друзьями, помолились, да, какие-то домашние дела поделали. То есть свою учебу меняйте. То учеба, то какая-то деятельность другая, то возвращайтесь снова к учебе. Ну, так, чтобы вам это и не надоедало, и чтобы вы не перегорали, и не переутомлялись. Еще очень важно, чтобы вы высыпались. Есть такой момент, что студенты часто все оставляют на последний момент, и перед экзаменом или зачетом начинают все учить чуть ли не до утра. Не высыпаются, и потом вот идут очень уставшие, замученные на экзамене. Советую вам не делать так, а лучше выспаться хорошо. Хорошо, Софья? Надеюсь, вам такой совет будет помощь. Большое спасибо. Может быть, кто-то еще хочет дополнить мой ответ. Как вы? Что бы вы сказали, Софья? Можно я? Здравствуйте. Приятно у вас всех. Здравствуйте, Мира. Как я делаю, например, если объем материала очень большой, и это вызывает у меня тоже какое-то отторжение, мне хочется закрыть, и на это мне кажется, что не получится ничего. Но если все это разделить на какие-то маленькие части и разделить их на какое-то время, скажем, вот, например, на некоторое время, скажем, на три, на четыре, на пять дней, разделить тот объем огромный, который можно запомнить, то тогда намного легче. То есть мозг, он воспринимает, когда это очень маленький кусочек, то он это дура. Но когда это очень большой объем, то, как часто бывает такое, что прям не хочется браться и просто руки опускаются. Я так пользуюсь, когда на какие-то части разделяю огромную тему или материал, то мне намного легче запомнить. Ну, как-то так. Здорово. Легче съесть слона по частям, а не сразу съесть слона. Хорошо. Кто-то еще может быть дополнить? Я могу просто сказать, что я вспоминаю, когда я был первый курсник или второй курсник, и очень важно не сдаваться, потому что многие проблемы окружают нас, как молодые студенты в университете только что начали учиться медицину, и нам кажется, что такая тяжесть, потому что медицин, нужно учиться медицину, нужно жить, нужно, там некоторые студенты даже работают, и много чего происходит. и иногда учеба тоже тяжелая, и нам иногда, мы видим, что люди сдаются, что уже все, я не буду продолжать этим. и мы просто должны вспоминать, почему Бог меня призвал на это место, почему Он хочет, чтобы я стал врачом или медсестрой, или любой медработник, который присутствует на этой группе, и держаться на этом, потому что там наша опора, там наша сила, в нашем Господе, и не в тех вещах, или предметах, или то, что наши друзья говорят, потому что иногда у нас тоже в общежитии бывали там беседы, где люди, старшие студенты, говорят, что как нужно жить, что делать, что не делать, и так далее. Иногда мы просто должны спрашивать Бога, что ты меня призвал здесь, в этом университете, и ты будешь со мной, Господь. Для меня я не знал русский язык, когда я приехал в Россию, как медицинский студент, иностранец. И я сказал Богу, что я вижу, многие иностранцы, они уезжают домой, потому что либо им зима не нравится, либо им медицина не нравится, и просто очень тяжело все. Но у меня был договор с Богом, что если это твой план, тогда ты мне поможешь, и ты оставляешь меня здесь, и я буду радоваться в этом месте, где ты меня положил. И ты меня учишь всеми вещами, которыми ты приготовил для меня. Я буду встречать тех людей, которые я даже не думал, и которые будут влиять на мою жизнь. и я буду этим использоваться в будущем. Я просто не понимаю сейчас мою ситуацию, но я знаю, что ты в контроле, что ты за рулем для моей жизни, и ты будешь владеть мою жизнь. спасибо. на мой. Хорошо, друзья, давайте дальше посмотрим следующий слайд. Хорошо? Смотрите, мы продолжаем смотреть, и, можно сказать, подготовительная часть, когда мы совершаем забег. То, к чему нас Господь призывает, что свергнуть в себя всякое время и запинающий нас грех. Много об этом говорила. Всякое время чрезмерная привязанность к поте и неумеренная забота о ней, о временной жизни, о мирской. Неумеренная забота о земном или привязанность к земному является мертвым грузом для души. Тянет ее вниз, когда ей хочется подняться ввысь и толкает назад, когда она стремится вперед. Делает обязанности и трудности более тяжелыми. Это вот то, что нам часто бывает, мешает. Иногда бывает неявный какой-то грех может быть, но мы через о чем-то заботимся. Можно сказать о хлебе насущном и каких-то заботах каждого дня. Мы, может быть, слишком переживаем о том, что нам предстоит какой-то зачет сдать или экзамен, либо заботы о работе или о карьерном росте, еще что-то. Но чтобы нас это не связывало как бремя, чтобы вот эти заботы этого дня, то есть, можно сказать, мирские, не обременяли нас, не вводили нас в какое-то депрессивное состояние или состояние усталости. Все-таки помнить о том, что важно, чтобы не только мы думали о физических нуждах, о наших потребностях, но также о духовном тоже. Очень важно исследовать, чтобы Господь исследовал нас, где мы идем, на правильном ли мы пути, не свернули ли мы направо или налево. Может быть, какая-то привычка постепенно обладевает нами, что-то, что нам мешает, может быть, отнимает наше время, может быть, у нас какая-то зависимость появилась, которая вроде бы может быть не такая страшная, как, допустим, наркотики или еще что-то, или алкоголь, но может быть зависимость от гаджетов, каких-то интернета. Может быть, мы теряем время зря на что-то, то, что нас не созидает и дает нам рост ни профессиональный, ни духовный, ни физический, но отнимает и крадет наше время. Подумайте об этом, да, может быть, мы многое время могли бы использовать с пользой для кого-то, либо даже для себя, но мы, иногда у нас есть ловушки такие, которые, можно сказать, отнимают наше время и крадут. Крадут это время с Богом, то, что мы могли бы провести с Богом в молитве. Крадут время в общении с верующими или в служении. Может быть, мы могли его использовать более эффективно в служении нашем. Вот это как раз о том, чтобы свергнуть в себя всякое время и запинающий нас грех. если вы хотите, готовы, может быть, поделиться, что-то есть такое, что вам мешает, может быть, быть эффективными или с чем-то вы боретесь и вы хотите, чтобы вас поддержали в молитве. Друзья, делитесь, я думаю, что в конце мы обязательно помолимся. Хорошо? Если кто-то готов сейчас поделиться, можно присоединиться, включить микрофон. Можно следующий слайд включить. Посмотрим о запинающем нас грехе. То есть грех, который как препятствие. Он не дает нам продвигаться вперед. То, обо что мы можем запнуться и даже упасть. И Павел использует здесь олимпийскую символику. То есть марафонцы, когда бежали снимали с себя одежду, чтобы она не мешала. Сверяем в себя все внешние и внутренние препятствия. Друзья, что есть у нас внешне, внутренне? Какие-то могут быть препятствия. Может быть, нам не хватает времени какое-то препятствие. Мы не можем распределить его правильно. И мы не успеваем что-то сделать важное. Может быть, посидеть и прям свой день расписать. Куда уходит наше время? На что мы его тратим? На какие моменты? Может быть, что-то мы можем не делать или делать наоборот важное, а что-то не нужно не делать. Что нам препятствует? Может быть, нам иногда нужно просто отдохнуть и физически просто выспаться и отдохнуть, может, эмоционально. Провести время, может быть, даже в театр сходить или на природу. и это придаст очень больше сил. Посмотрим дальше. А возможно, мы боремся с каким-то грехом, с какой-то зависимостью. И облако свидетелей. Вот эти зрители в альфитеатре, как вот если бежать на стадионе, предыдущие поколения верующих, свидетельство об их вере написано в одиннадцатой главе верея, которые еще не получили обещанного, чтобы они не без нас достигли совершенства. То есть они ожидают, они ожидают, они, можно сказать, ждут, когда мы тоже совершим эту дистанцию и придем наконец на небеса, когда уже совершится все, и будет вот это второе пришествие Господа, и все его наконец-то станут все вместе. И они сейчас ждут, когда же мы тоже совершим этот забег, совершим то призвание, которое у нас Бог призвал. Они свидетельства, свидетели, можно сказать, ждут верующих, которые уже вошли, но еще не получили обещанного. То есть они сейчас находятся в ожидании. А мы тоже в ожидании той радости, когда у нас будет вот эта полнота жизни вместе с Господом, когда мы можем тоже встретиться с теми тысячами, миллионами поколений верующих, которые жили до нас. Представляете, когда мы будем вместе радоваться, общаться с Господом, когда мы будем славить его вместе с апостолом Павлом, или Петром, или с Исаи, или с Еремией, с Авраамом, со всеми всеми общаться праотцами, которые жили много-много тысячи лет назад, и которые сейчас ожидают нас. Давайте дальше посмотрим. Следующий слайд. И современный перевод, вот то, что я говорила. Так как вокруг нас можно... Назад, ага. Ага, вот еще раз назад. Так как вокруг нас облако свидетелей, отбросим то, что мешает нам, а также и грех, который так легко пристает к нам без терпения и упорства, последуем предназначенным нам путем. Это еще один перевод, может быть, он более понятный. То есть давайте отбросим все, что нам мешает. И грех, и, может быть, мерзкие заботы какие-то. Может быть, мы к чему то придаем очень большое значение. Но, может быть, вы замечали, что потом проходит какое-то время и вы думаете, что я так переживал. Я помню, когда была студентка и, допустим, что-то сдал, какой-то экзамен, но не так хорошо, как хотелось бы, и расстраиваешься, переживаешь, что что-то не успеваешь. Потом проходят годы и ты думаешь, ну и что, стоило ли это таких нервов и переживаний. эта оценка, стоила ли она того, этого стресса или обиды на кого-то. Потом думаешь, что на самом деле, что это такая мелочь, это такая суета, что на самом деле очень важно, может быть, отношения с человеком, да, а может быть, вот такая ерунда разрушает отношения с другом или с подругой. или, допустим, ты начинаешь кого-то осуждать в своих мыслях, потому что ты не получил какой-то той оценки, которую хотел или не достиг того, что ты хотел, может быть, какой-то позиции, не стал каким-то там сотрудником или не стал работать там, где ты мечтал. Но на самом деле, куда бы нас Бог ни призвал, мы везде должны быть светом и солью. неважно, кем мы будем работать и, допустим, какую позицию занимать, мы везде можем совершать это призвание и пункт еще. Абсолютно нас не должно это волновать, мы не должны даже переживать из-за этого, потому что мы идем по пути Божьему. Этот путь отличается от пути того, который люди совершают в мире. Ведь люди, которые врачи или медсестры, или студенты, они тоже совершают свое поприще, они тоже понимают, что есть призвание, есть какое-то желание, таланты, то есть Бог дает каждому таланты и призвания. И очень много врачей, неверующих, очень хороших, не совершают это поприще. Но у нас оно больше, это шире понятие, не только профессиональное, но самое главное духовное. То есть вот то поприще, которым нас Господь призвал. и как мы его совершаем. Может быть даже мы будем обыкновенным врачом или медсестрой где-то в селе и не станем главным врачом или ведущим специалистом, но при этом мы можем с достоинством совершать свое поприще там, куда нас Бог призвал. И для Бога нет такого понятия, что ты выше, ты лучше, ты круче, а вот тот меньше там сделал, меньше может быть операций провел или там вылечил пациентов. Абсолютно глаза Божьи он по-другому на нас смотрит. И у каждого свое поприще, у каждого Господь дает по силам испытаниям и каждому дает свои таланты. Вопрос, как мы будем использовать и как мы будем умножать и совершаем ли мы это поприще или зарываем эти таланты. Посмотрим дальше, следующее слайд. Это с терпением будем проходить в предлежащем нам поприще. Очень важно, да, мы часто устаем, мы можем выгорать, может быть нам не хватает терпения, нам хочется быстрее. Христиане должны пройти определенное поприще, поприще служения, поприще страданий, а также путь послушания. Иногда нам не хочется этого, иногда мы знаем, что это трудно будет, если поступать так, как христианин, так, как нужно, как Господь говорит, может быть, нам придется идти против течения, против системы, и страдать за это, и гонения какие-то испытывать. вот это поприще принадлежит им, но отмечено для них Словом Божьим, ну, то есть принадлежит нам. И примерами верных слов Божьих, того облака свидетелей, которым они окружены, определены границы и направления поприща, цель, к которой они должны стремиться, и награды, ради которой должны это делать. Вы помните вот послание к евреям 11 глава и предыдущий говорится о том, что сколько поколений тех, кому Господь вменил праведность, помните веры и апостолы, и, допустим, пророки, и первые поколения верующих, как они страдали, через какие мучения проходили, через страшные испытания и смерть и гонения и несмотря ни на что они все это преодолели. Они совершили это поприще до конца. Бывало так, что, может быть, хотели убежать от этого поприща, как, допустим, Иона, помните, да? Он пытался и не хотел его совершать, но Бог его все равно призывал, ему пришлось все-таки поехать в Неневию и сделать то, чему его Бог призывал. Иногда мы сопротивляемся и не хотим, но рано или поздно, если мы слышим голос Господа и смиряемся перед Ним, то Бог призывает туда, куда нужно. Если мы действительно открытые уши, глаза, и наше сердце горит для Бога, то мы хотим совершить это поприще, как бы ни было трудно. Может быть, даже кто-то пострадает из-за этого, кто-то погибает, как много против сестер, которые находятся в таких местах, где убивают за верху, но все равно они продолжают оставаться там, продолжают идти туда, в эти страны, где небезопасно, или даже просто быть на своем рабочем месте с ретом и солью. И бывало так, что когда я работала в государственной больнице, в институте педиатрии, я там одна была верующая христианка, и вокруг были мусульмане, получается, сотрудники, и иногда мне прямо в глаза говорили, что мы знаем, кто ты, мы знаем, что ты делаешь, но просто вот тебе не даем это делать, просто вот назло, потому что вот мы знаем, чем ты занимаешься. Как-то был у нас проект, мы собирались на медицинский осмотр в деревню ехать, все запланировали за год вперед, я говорила, что мне вот отпуск, дайте вот именно в это время у нас будет благотворительный медосмотр, поездка в деревню, то есть было утвердено график отпусков заранее, и человек, который, ну, стоял, получается, выше, старший, старший, как бы врач, в тот момент, когда это время пришло, она взяла отпуск сама, просто для того, чтобы я не смогла пойти в отпуск. И когда я спросила, почему, ну, то есть, вы же раньше не планировали идти в отпуск, она мне просто открытым текстом говорила, что я знаю, чем ты занимаешься, я не хочу, чтобы ты туда ехала, и я специально это сделала, чтобы вот, ну, просто вот палки в колеса поставить. в тот момент, конечно, я очень расстроилась, и меня так печалило, что, получается, отчем молилась, и готовилась, и собирала команду целый год, мы планировали всю эту поездку, и получается, что может все развалиться, нас люди там ждали, и мы уже запланировали всю эту поездку, расписали, билеты, взяли все, и получилось так, что мне пришлось остаться, потому что просто некому было работать, и я осталась, не поехала, но Господь благ, и Бог всегда, так вот, если это Его дело, оно все равно совершится, и в этом смысле тут тоже нужно было проявить смирение, доверие Богу, чтобы Бог все сделает как нужно, и даже если команда поедет без меня, но Бог поставит своих лидеров, других, ну, не ты, так другой, что Господь поднимет другого человека, который возьмет эту ответственность, и слава Богу, команда поехала, и слава Богу, что все совершилось, и прошел этот медосмотр, в нескольких местах Господь благословлял, открывал двери, были, конечно, сложности, где-то были гонения, в каких-то местах, и сел, команду просто выгоняли, запрещали делать медосмотр, в другое место переезжали, там открывались двери, и там проводили ребята, и мне, конечно, было жаль, что я не смогла быть с ними, и разделять эту радость совместного служения Господу, но через эту ситуацию тоже Бог меня учил смиряться, доверять Ему, и я в этом увидела, что если в Божьей воле, то все совершится, и это не от меня зависит, что это не моя заслуга, как бы я ни хотела, и не думала, что там вот это вот, благодаря мне там что-то совершается, или что-то, я поняла, что абсолютно, абсолютно не благодаря мне, а благодаря Господу, и в этом смысле, что Бог тоже меня чему-то научил через эту ситуацию, давайте посмотрим дальше, следующий, это поблище, можно назад, поблище следует пройти с терпением и стойкостью, терпение необходимо для преодоления трудностей, встречающихся на нашем пути, а стойкость для противостояния всем искушениям, отклоняющим или совращающим нас в пути этого, вера и терпение те добродетели, которые обеспечивают нам победу, поэтому их необходимо постоянно развивать и совершенствовать, может быть, вы приведете примеры, когда вера и терпение вам помогло совершать и стоять стойко, преодолевать, может быть, какие-то препятствия, или преодолевать грех, или трудности, и вот у нас есть, конечно, великий пример, это пример Господа, который может нас ободрить, пример Иисуса, взирая на начальника и совершителя веры, то есть Господь, и он начальник, и он совершает эту веру, дает и нам, и вспомните Петра, который не тонул, когда шел по воде, пока он смотрел на Иисуса, пока он взирал на него, я просто ободряю вас тоже смотреть на Иисуса, взирать на него и со стойкостью, терпением проходить это поприще, а можно следующий, но и, вот такой вопрос для вас опять, какие препятствия вы встречаете на пути и как вы их преодолеваете, друзья? Поделитесь, пожалуйста. Дина, может ты поделишься насчет Прещина и Свободная из этого Тайна? Скажи, что, к чему, как вы делаете, где проводите, когда вы последний раз проводили? Я знаю про это, но многие, наверное, не знают, потому что этот вебинар будет потом, они могут прослушать свое время, поэтому... Хорошо. Есть такое служение, может быть, из вас кто-то слышал, библейский курс исцеления называется Прощина и Свободна. Этот курс исцеления основан на Библии, то есть исцеление через Слово Божие, получается, через групповую такую работу, когда сестры собираются, верующие, и через Слово Божие получают исцеление после перенесенной травмы потери ребенка, в следствии аборта, либо выкидыши. И вот это служение, оно уже, наверное, более 40 лет идет в разных странах мира. Одна из сестер, Линда Катрейн, написала курс руководства для его проведения где-то еще в конце 70-х годов она из Америки. И с тех пор это движение, можно сказать, такое по исцелению женщин, по восстановлению женщины как матери, как женщины. Этот курс идет на разных языках. В 2013 году как раз вот на конгрессе медико-христиан в Киеве я познакомилась с одной сестрой и вот еще сестра Илья Люм тоже там была, Илья, у нас несколько человек было из Центральной Азии. Мы попали на семинар Мирем сестры, которая была миссионером в Одессе много лет. Она семейный врач и она там служила. И мы как-то делились. У нас такое служение началось в 2011 году служением беременным женщинам по профилактике абортов. Мы консультировали на телефоне доверие женщин, чтобы они не делали аборт. Ну, то есть их консультировали, помогали им. Но потом появилась такая нужда. Мы увидели, что есть женщины, которые уже сделали аборт, и которым нужна психологическая помощь, духовная помощь. Потому что многие женщины страдают и находятся в депрессии уже проходит много лет. Особенно женщины, которые пришли к Господу. И приходит такое глубокое осознание, что же произошло, что совершили. Потеря ребенка на самом деле нанесла огромную-огромную травму для сердца женщины. И многие женщины не могут себя простить за совершенный грех, когда проходит много лет, они продолжают мучиться вот в этом чувстве и дыны, или гнева, или обиды, а также, ну, то есть сожаление, что произошло это. Не думают о том, что, может быть, Бог их не простил, может быть, они недостаточно хороши. Некоторые женщины продолжают самоостязание такое и сами себя наказывают. Даже уже будучи верующими, многие говорят, что я знаю, что Бог простил меня, то есть в своей голове я понимаю, это написано в Слове Божии, но в сердце своем я не могу сама себя простить или я не до конца уверена, что Бог простил меня именно за этот грех аборт. И Господь вот через вот этот курс, Он помогает идти к глубокому пониманию, да, вот что произошло о том, о ценности жизни ребенка, о развитии его. Мы там глубоко проходим эмбриологию и что происходит с женщиной, какие последствия вот этого поступка, как это отразилось на судьбу женщины как матери, как жены, как отразилось на отношения с мужем или с мужем, с партнером, как часто это разрушает семью, перенесенный аборт. Чаще всего по статистике потом, если это брак, то он распадается, если это были отношения добрачные, то они разрываются тоже. И вот эта травма, которую женщина перенесла, она несет ее всю жизнь. И как часто многие успешные женщины, которые уже даже боги и лидеры, и служители, когда они остаются один на один, они просто говорят, мы тихо плачем в подушку. И в церкви думают, что мы такие успешные, мы такие лидеры, мы служители, но никто не знает, когда закрывается дверь, когда я остаюсь один на один, просто со своими мыслями. И как женщина переживает эту утрату, потому что потеря ребенка для любого человека, будь это мужчина или женщина, это огромная потеря. И представляете, когда это происходит из-за того, что ты сознательно это сам выбрал, осознание вот этого, что же произошло, то это глубокое чувство вины, оно просто, можно сказать, разрушающее действует на женщину. И вот Господь призвал тогда к этому служению, сестра Мирио сказал, что мы это служение проводим уже много лет, а я говорю, мы молились о том, чтобы Бог нам показал, как же мы можем помочь этим женщинам. И это действительно был ответ на молитву, когда мы встретили эту сестру, и потом она привезла в Казахстан другую сестру, которая автор, руководство для лидеров, для проведения этого служения в Казахстан, и с 2014 года мы начали это служение проводить. Оно сейчас расширилось, проводится также в Астане. Вот в этом году уже получается мы два раза провели такое служение в Узбекистане, и слава Богу, Господь дал возможность, чтобы перевели на узбекский язык. Вот недавно, буквально осенью, впервые прошла группа там на узбекском языке. Сейчас Бог благословил, так что сейчас идет перевод материалов на Кыргызский язык. Мы просим тоже вас молиться, чтобы в следующем году началось такое служение в Кыргызстане, чтобы появилась там команда служителей, сестры, которые начнут это служение, которые, может быть, уже прошли курсы стеления, или у которых не было такой травмы, могут сразу уже стать служителями. Мы очень рады будем помочь, обучить и провести первое служение там. Вот такое служение очень важное. И в этом году Господь расширил его тем, что мы стали проводить отдельные группы для сестер, которые перенесли выкидыш. Потому что часто эту тему тоже не поднимают и в церкви не говорят ни последствия аборта или последствия выкидыша. Многие люди не понимают, что делать, как помочь и как соболезновать, такой женщине, которая потеряла ребенка, и она не может его, ну как вот обычно человек, когда умирает близкий какой-то, все люди ему сопереживают, приходят, помогают, вместе какой-то, ну, делают обряд, поминки, еще что-то, как-то вспоминают этого человека. Но у женщины, которая потеряла ребенка, которого никто не видел, и мы еще не успели дать имя, его она сама даже не видела, но при этом она все равно понимает, это был ребенок, и ребенок, который еще не родился, который родился, ценность его абсолютно не меньше, это Господь создал эту жизнь, Господь дал предназначение и призвание этому ребенку, который был еще в утробе матери, и эта потеря нисколько не меньше, чем если бы он родился, прожил и умеет, то есть в глазах Божьих это точно так же человеческая личность, личность, у которого у Господа был план на него, вы представляете, да, и женщина тоже испытывает эту потерю, и так часто мы вокруг не знаем, что сказать ей, нам иногда неудобно сказать, мы думаем, что мы, может быть, и напомним ей о ее ранее, ее боли, мы не знаем, как ей сказать соболезновать, как ей разделить эту боль, эту печаль, и часто получается люди молчат, делают вид, что ничего не произошло, либо дают какие-то советы и утешения, которые наоборот могут ранить женщину, когда верующие говорят, ну Бог дал, Бог взял, вы, наверное, слышали, да, такую поговорку, или это утешает, ну ладно там, ну ничего, еще родишь, да, но это значит не признавать ценность этого ребенка, да, что этот человек и ценность для этой женщины, что это ее ребенок, и ее потери, можно сказать, преуменьшают, что она испытывает такую боль, а ей в этот момент говорят, что, ну это не важно, да, ну это еще и не ребенок был, ну просто сгусток там ткани, на этом периоде развития, может быть там, это вообще, ну никто, ничего страшного, ну еще родишь там, да, еще что-то там, и такое утешение, оно не утешает, наоборот, ранит женщину, мы говорим, вот в таких моментах, если произошло у вас в церкви, или вы кого-то, знаете, знакомых, там, близких, там, соседей, или кто-то, кто потерял ребенка, для этих людей очень важно дать им возможность выговориться, чтобы быть рядом с ними, их слушать, сопереживать, может быть, просто обнять, и тихо сидеть вместе, да, может быть, вместе плакать, просто слушать, чтобы человек мог высказать всю эту боль, эти переживания, эти эмоции, и почтить память этого ребенка, очень хорошо, если женщина, ее муж, допустим, смогут дать имя ребенку, потому что, когда мы даем имя, это признание того, что это был человек, так, если бы этот ребенок родился, родители бы, конечно бы, дали ему имя, так, Господь тоже всех нас называет по имени, он знает всех нас по имени, и, конечно, он знает и этого ребенка, и он знает, кто это, и мальчик, и девочка, да, кто бы он мог быть, и точно так же, родители, когда дают имя ребенку, они тоже через это получают утешение, и признание, что это человек, друзья, есть еще какие-то вопросы у вас, спасибо большое, потому что я на эту тему могу много говорить, я думаю, что это будет наш следующий вебинар в следующем году, нам нужно будет завершить этот вебинар, потому что уже час прошло, это было классное время, так что я дам вам пару минуточек, чтобы вы смогли завершить этот вебинар, спасибо. Спасибо большое, может быть, давайте мы помолимся, тогда, хорошо, Нуэль, может быть, вы помолитесь? Да. Дорогой отец, небесное, мы тебе благодарим, Господь, за это время, спасибо за то, что ты призвал нас, Господь, чтобы мы смогли служить тебе, как медработники, Господь, для твоих людей, Господь, ты дал нам это призвание в нашей жизни, и многие призвания в нашей жизни для каждого, который присутствует здесь и присутствует в этом мире, Господь, твои дети. И, Господь, все то, что мы обсуждали сегодня, мы сможем использовать для нашей жизни, как жить эту христианскую жизнь, Господь, как бороться с грехом, как на это время для Тебе, и, да, Господь, мы просто благодарим Тебе, что Ты учишь нас, как жить эту жизнь, которую нам даровал, Господь, и спасибо за это призвание, которое Ты положил в нашей жизни, Господь, чтобы служить Тебе в этой профессии, Господь, с этими дарами, которые нам даровал каждого, Господь, дай нам знание, чтобы мы знали эти дары, Господь, сами, и смогли использовать эти дары для Твоего, Сарского, Господь, и особенно, Господь, что мы смогли благодарить Тебе за этих даров, Господь, который Ты нам даровал. мы молимся в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо большое, друзья, за внимание ваше. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо, Диночка. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok